Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как сделать вот такого миленького зверька. У меня это зайчонок, либо крыльчонок. Но в зависимости от хвостика, вида и ушек, можно сделать абсолютно любого зверька. Это может быть ежонок, может быть котенок. В общем, в принципе, какой-то зверек из вашей фантазии. На такого зверька уходит очень мало затрата по времени. И в итоге вас порадует вот такой замечательный маленький любимец семьи. Либо же интерьерный красивый зверек, либо же это может быть какое-то украшение хорошее в качестве подарка. Я надеюсь, что вам интересно и понравилось. Не забудьте лайкнуть. И давайте изготовим с вами вместе. Для изготовления зверька нам понадобится пряжа. Я буду использовать остатки пряжи белого цвета. Это чистый акрил, который у меня остался при вязании изделия. Как вы видите, ниточка тоненькая. Я всегда рекомендую использовать ниточку потолще. Если есть у вас остатки любого цвета ниточки потолще, то используйте ее. Если же нет, то я вам покажу некую хитрость, которую я использую при наматывании тонкой пряжи. Вот, помпончик. Вот, то есть, чтобы немножечко ускорить быстрее наматывание. Также нам понадобится два цвета фетра. Это цвет основной, который у нас будет под цвет пряжи. Абсолютно идентичный. То есть, у меня это белый цвет пряжи, белый цвет фетра. Нам понадобится небольшой кусочек. Как вы видите, я использую то, что у меня есть сейчас в наличии. И нежно-розовый цвет. То есть, это нам понадобится для ушка. Также я буду использовать ножнички. Сантиметр. Для глазок и для носика я буду использовать две черные обычные бусины. И обычную пуговичку. Вы же можете использовать глазки, полубусины, которые имеют реснички, зрачок, цвет глаз. То есть, это приветствуется, конечно же, будет более красивее ваша по итогу игрушечка. Я буду клеить детальки клеевым пистолетом. Можете использовать, в принципе, любой клей, который у вас есть. Но самое главное, обратите внимание, чтобы склеивание было фетра между друг дужкой. Этим клеем хорошо подходил. И также нам понадобится детальки прикреплять к основке с помощью клея. В качестве основы для изготовления туловища нам понадобится картоночка пол листа А4. Это для того, чтобы изготовить туловище, хвостик. А затем уже мы на это туловище хвостик будем прикреплять детальки для лица. Теперь берем на картоночке, рисуем три кружка. Один кружок я нарисовала, обвела кофейное блюдце. У меня получилось 12,5 см в диаметре. Внутренний кружочек я обвела, такую вот небольшую крышечку, в 4,5 см в диаметре. Далее, эту же крышечку взяла, обвела, получилось 4,5 см в диаметре. И буквально 1 см можете просто от руки нарисовать кружочек по центру маленького кружка. Средний кружок у меня 9 см. Я обвела обычную крышечку, которой накрываем баночку. И затем внутреннюю, скажем так, часть из 3 см в диаметре я обвела просто пробочку с бутылки. То есть, вот такие вот кружки, самые-самые простые. Я использовала для нарисования, скажем так, трех частей нашего тельца. То есть, это хвостик, голова и туловище. Если же у вас есть циркуль, отлично. 12,5 см, 9 см, 4,5 см, 4,5 см, 3 см и 1 см. То есть, вот такие вот диаметры, которые я использовала. Также, как вы видите, у меня осталась небольшая, скажем так, свободная часть. Здесь мы уже после того, как изготовим туловище, будем рисовать ушко, по которому вырезать из ветра уже непосредственно сами ушки для нашего зверька. А сейчас пока приступаем к вырезанию вот таких вот кружочков. Для начала я вырезаю кружочки по вот этой вот внешней стороне. Далее, вырезав по контуру кружки, мы делаем, скажем так, внутренние вот здесь вот кружочки. Точно так же обрезаем, но делаем вот такие вот, как бы еще вставочки. Смотрите, то есть, вы, как бы, получается, надрезаете основание круга и внутреннюю сторону. И получается у вас, как бы, такая вот условная буква С, но с маленьким зазором. То есть, буквально небольшой зазорчик делаете вот так вот на каждом кружке, чтобы у вас получилась, как бы, буква С, вот, если вы повернете вот таким вот образом. И с помощью вот этих вот зазорчиков мы будем, не отрывая ниточку, наматываясь по окружности вот этого кружка. Далее, берем пряжу и находим ее краешек. То есть, вот он у нас краешек, начало ниточки. И берем, складываем, если у вас такая же ниточка тоненькая, то складываем в три сложения вот в эту длину, то есть, С по кругу. Можете чуть-чуть больше с запасиком, я всегда делаю запас побольше. Вот, то есть, около 20 сантиметров я беру и складываю ниточку в три сложения. И отрезаю ее. Вот так. Далее, нам нужно эту ниточку будет положить вот таким вот образом по окружности, чтобы при наматывании эта ниточка оказалась в центре. Далее, берем ниточку с основой моточка и с внутренней стороны мы должны достать, если у вас моточек такой же, как у меня еще, скажем так, с заводской смотки, то вы во внутреннюю сторону вводите вот так вот пальчики и достаете центр. Вот он у меня центр, как раз-таки был страил. Мне очень повезло. Если же у вас центр так быстро не нашелся, как у меня, то с внутренней стороны находите самую-самую вот здесь вот центральную смотку и достаете, если даже у вас достанется такой вот пучочек, вы его разматываете и получается у вас ниточка в два сложения в руке, то есть, с основой кимоточкой и с внутренней ее стороны. Так как ниточка тоненькая, я буду сматывать ниточкой в два сложения, чтобы процесс пошел быстрее. Затем я прикладываю вот таким вот образом нашу ниточку, чтобы она была в центре. Далее, начинаю наматывать с помощью вот этого зазорчика. Вот так вот сейчас я вам буду показывать. Я надеюсь, что это видно хорошо. Вот она ниточка по центру у нас. А мы начинаем наматывать, наматывать. Дошли до края буквы С. И дальше в обратном направлении точно так же продолжаем наматывать. Причем обратите внимание, что внутренняя ниточка, она так и осталась внутри. Если вы подергаете то за один краешек, то за второй, то она у вас как бы двигается. То есть, вот смотрите, вот они внутренние, так и остаются ниточки на месте. А дальше мы продолжаем наматывать ту же ниточку, которые шли как бы в эту сторону, так идем и в противоположную. Вот так. И нам нужно как можно больше ниточек намотать по этому полукругу. Кстати, есть еще у меня на канале видео, как делать обычные помпончики. Если вам понравится тот больше способ, можете использовать и его. В принципе, суть такова, что нам нужно сделать два помпончика разного диаметра. То есть, если у вас есть специальное, скажем так, оборудование для изготовления помпончиков, можете так же воспользоваться им. Это приветствуется все. Вот нам самое главное, это изготовить два пышных, красивых, разных по диаметру помпончика. После того, как намотали, отрезаем ниточку, которую наматывали. И все. И теперь смотрите, вот у нас получаются краешки ниточек и намотанная ниточка по окружности буквы С. Теперь мы берем, как бы немножечко призавязываем, то есть не на узелок, а просто призавязываем вот эти ниточки и начинаем разрезать. То есть, вот эти наши условные, как бы, виточки разрезаем пополам. Вот так. Полностью-полностью по всей вот этой вот окружности мы разрезаем на две части. наши ниточки. И как бы они у нас по центру должны соединяться вот этой ниточкой. И разрезаем мы до тех пор, пока не дойдем до самого края. То есть, вот таким вот образом у нас уже визуально вырисовывается помпончик, который разделен вот такой вот, ну, разделительной, визуально говоря, окружностью. По ходу разрезания ниточек немножечко подтягивайте вот эти два хвостика, которые мы призавязали в начале. Когда разрезали до конца, теперь немножечко призатяните наши ниточки и освобождаем от вот этой нашей картонной окружности помпон. Теперь хорошо-хорошо находим вот этот центр, где затянуто было, до этого немножечко подтянуто. И хорошо теперь затягиваем вот эту часть, придерживаем пальчиком и завязываем на узелочек. Завязываем настолько туго, чтобы когда вы тянули за вот эти ниточки, ничего не вытаскивалось. Конечно, если вы за одну потянете, то вытащится на 100%, как бы вы туго не завязали. А вот если будете тянуть за парочку и они не вытаскиваются, то тогда вы затянули все правильно. И уже, как вы видите, получается вот такой вот помпончик. После того, как завязали узелочек, у нас получился вот такой вот помпончик. Не для того, чтобы он имел красивый вид, мы начинаем его ровнять. То есть просто вот так торчащие краешки ниточек мы хорошо-хорошо обрезаем. То есть делаем как бы круглый помпончик наиболее таким вот, скажем, ровным и аккуратным. Когда вы уже немножечко подстрили помпончик, можете его вот так вот ручками распушить немножко и посмотреть, где еще есть торчащие краешки ниточек. Все, как только вы считаете, что уже он максимально аккуратный и красивый, то теперь берем, повторяем все это точно так же три раза с каждым из, скажем так, из окружности, из частей. И получится, что мы сейчас сделали голову с вами, вам самостоятельно нужно доделать туловище и маленький хвостик. То есть у вас должно получиться три помпончика разным диаметром. Все три помпончика готовы. Теперь убираем самый маленький, это наш хвостик, пока он нам не нужен. И берем в руки те длинные ниточки, которыми мы с вами завязывали по окружности помпончик. Теперь берем, связываем плотный узелочек между собой, это получается туловище и голова. То есть связываем мы максимально туго, для того, чтобы они находились ближе друг к другу. То есть чтобы не было разделительных никаких промежутков. Вот, то есть должно получиться у нас цельная голова и туловище. То есть как только вы завязали узелочек, хорошо проверьте и отрезаем на уровне помпончиков вот эти ниточки. То есть чтобы ниточки у нас, которыми мы закрепляли голову и туловище, стали как бы единым целым вместе с вот этим вот помпончиком одной стороны и второй. То есть получается вот такое цельное туловище. Завязали узелочки и на уровне ворса стрижем эти ниточки. Все, голова и туловище готово. Теперь вам нужно определиться, где у вас будет верхняя сторона и где нижняя. То есть, как вы уже поняли, меньше помпончик это был голова. Соответственно, если голова у нас находится здесь, то хвостик нужно прикрепить с задней стороны туловища. Выберите самую наиболее, как на ваш взгляд кажется вам ровная и красивая сторона для верхушки. И вот сюда будем сейчас клеить наш помпончик-хвостик. Для этого берем клей-пистолет и уже предварительно нагрев его, начинаем выдавливать клей там, где у нас вот этот наш, скажем так, краешек, хвостик ниточки. Выдавив клей, мы присоединяем его, хвостик этот, к задней стороне. Вот таким вот образом. То есть, чтобы он закрепился как бы к ниточкам и приклеился. Далее, вот этот наш хвостик, который мы завязывали, помпончик соединяли, нам нужно отрезать. Так же точно, как мы делали на туловище, то есть на уровне ворсы хвостика. После того, как мы приклеили хвостик, уже большая половина, скажем, дела уже завершена. Теперь мы отрезаем тот оставшийся кусочек картона, на котором у нас, скажем, была основка туловища, хвостика, головы и отрезаем такой вот прямоугольничек, буквально небольшой, сантиметров 8, можете чуть больше, чуть меньше. То есть, вы просто присоединяете вот так голове, смотрите, чтобы было длинненькое ушко. И закругляете эту полосочку сверху раз, со второй стороны сверху два и чуть-чуть с нижней стороны. То есть, буквально совсем-совсем чуть-чуть закругляете. Вот так. Можете сделать его тоньше, можете сделать толще. То есть, это вы уже смотрите на свое усмотрение. То есть, снизу мы отрезаем, как бы закругляем, немножечко низ, делаем более плавный переход. Раз. Вот так можете даже покороче сделать этот переход. Затем верхушечку также мы закругляем. С одной стороны и с другой стороны. И теперь, вы смотрите, получаем вот такое вот ушко, которое нам нужно вырезать из фетра основного цвета. То есть, так как у меня зайчик белого цвета, то, соответственно, из фетра белого цвета. После того, как эту детальку мы вырезали из фетра, теперь берем эту же детальку из картонки. И из нее, буквально отступив где-то 2-3 миллиметра в сторону, мы как бы вырезаем внутреннюю часть ушка. То есть, с одной стороны, с другой стороны отступили, вырезали. И эта часть должна быть где-то как раз таки вот меньше, чем само ушко, где-то на 2-3 по высоте мы делаем внутреннюю сторону. Хотите, можете сделать ее также такой более заостренной, такой красивой. Хотите, можете сделать ее более круглой. То есть, здесь уже вы включаете свою фантазию и вырезаете. Вот эта внутренняя часть должна у нас быть где-то вот так. То есть, по центру отступив здесь и сверху. После того, как вы режете из фетра эту внутреннюю часть, нам нужно будет внутреннюю наклеить на внешнюю. Точно так же, как я сейчас прилаживала картоночку. То есть, вот таким вот образом. Снизу максимально ниже. А сверху вот так вот. Можете даже снизу чуть-чуть тоже отступить. Буквально те же несколько миллиметров, что и с боковых сторон. Хотите, можете максимально книзу. И вот так вот приклеиваем. На внутреннюю сторону наносим клей. Приклеиваем вот так вот розовую часть к основного цвета фетровой. Фетровой, в общем, основы ушка. Вот ушки наши склеены. И теперь берем по центру, проводим клеем и соединяем как бы по центру наше ушко. То есть, вот так. С первого раза у меня это не получилось. Но, вот таким вот образом мы должны соединить беленькую часть и розовенькую еще по низу. И точно так же проделываем со вторым ушком. Раз проклеиваем. И второй раз я проклеиваю, потому что у меня с первого раза недостаточно оказывается. И вот так вот соединяем ушки. И после этого я сейчас чуть-чуть еще буквально подожду, чтобы у меня пистолетик нагрелся. Он еще слабо нагрет. И вот сюда я буду вклеивать наши ушка. Одно и второе. То есть, отметьте для себя, где вы хотите, чтобы располагались ушки. Вот так вот. И будем их вклеивать сюда, вот в эти места. После того, как вклеила я ушки, Теперь находим наш носик, где будет располагаться. И приклеиваем наш носик. То есть, вот сюда, где-то пониже, я предлагаю приклеить нос. Причем, обратите внимание, что я приклеиваю именно той стороной, где у нас дырочки, а не где гладкая поверхность. То есть, вот таким вот образом я вклеиваю носик. Если он у вас сдвигается, то желательно его доклеить еще с этой стороны, в какую сторону вам нужно, чтобы он ближе располагался. Вот так. Можете еще подклеить, то есть до тех пор, пока вы не будете уверены, что он у вас зафиксирован. В принципе, он у меня уже зафиксирован хорошо. Теперь я отмечу, где у меня будут располагаться глазки. Глазки находятся у нас с боковых сторон. Поэтому я буду располагать их максимально по боковой стороне. Вот так я выдавливаю клей и сажу глазки максимально, располагаю по боковым сторонам. То есть, располагаем их таким образом, чтобы не было видно дырочек от бусинки. То есть, вот так должен глазик находиться у нас с боковой стороны, с одной стороны и с другой стороны. Я сейчас вот где-то здесь распределяю. И у меня получается один глазик с одной стороны, второй глазик с другой стороны. Точно так же я его сажаю на клей и закрепляю хорошо вот так вот о нашей ниточке, чтобы он никуда не сдвигался. И все. Вот они у нас глазки получились. Вот он носик. Сейчас мы берем ножнички и должны будем сделать небольшую такую вот мордочку углубления. То есть, вот эта сторона у нас нижняя, ровно по центру, мы начинаем как бы делать такое вот углубление выстригать. То есть, мы не можем сделать ему ротик, но при этом можем сделать такое вот некое углубление, визуально представив, что здесь находится у нас ротик. То есть, сейчас вот здесь вот немножечко я состригу. И вы, как вы можете уже наблюдать, здесь получаются вот такие вот как щечки. Итак, когда у вас выстриженная мордочка готова, теперь рекомендую вам немножечко освободить глазки от дворцы. То есть, немножечко вокруг глазок, вот там где у вас глазик сильно закрывает ниточка, то я рекомендую вам также немножечко отрезать. То есть, совсем немного, не выстригайте прям, чтобы видно было, что это бусинка. Но при этом у вас глазки немножечко приоткроются и будет более выглядеть аккуратно. У меня фетр достаточно тоненький, поэтому ушки вот так вот располагаются, как я их устанавливаю. Но сейчас для того, чтобы их немножечко подкрутить и так и оставить, я краешки прикладываю вот так вот к пистолету. Только аккуратно не пообжигайте пальчики. И как бы призакручиваю. То есть, как своего рода выполняю функцию пистолетом-плойки. То есть, подкручиваю я краешки. Это для того, чтобы не такие острые края у фетра были. И они вот становятся, посмотрите, более такие вот красивые, подкрученные. И так все, наш зайчик готов. В принципе, все мы сделали. Хвостик у него есть. Он такой вот мягкий, пушистый получился. Ушки он имеет, глазки есть, носики есть. Причем носик, обратите внимание, благодаря тому, что мы приклеили другой стороной пуговички, то получается такие вот как бы ноздри, даже я бы сказала. Все. Хотите, можете украсить какой-то ленточкой, бантиком. Вот такой вот у вас получился замечательный зайчик или кролик. В общем, вот такой пухнастый зверек. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока.